Всем привет! В эфире программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Екатерина Лазарева. Я и мои коллеги подготовили самые яркие новости из мирового и студенческого спорта. Итак, смотри сегодня в выпуске. Обзор матчей Акбарса и Рубина. Студенческая хоккейная лига. КФУ против КАИ. Бадминтон в рамках спартакиада вузов Республики Татарстан. Внутривузовский этап чемпионата ССК России. Обзор группового этапа в мини-футболе среди женских и мужских команд. Старт нашей программы сегодня дает наш традиционный обзор казанских команд. На этот раз болельщики смогли насладиться интересной игрой на футбольном поле и ожесточенной борьбой на хоккейной площадке в исполнении футбольного Рубина и хоккейного Акбарса. Амир Сабиров, как всегда, подготовил интересную подборку с матчей, которую вы увидите прямо сейчас. Казанский Рубин продолжает готовиться к решающим играм сезона на сборах в Турции. 15 февраля команда устроила спарринг-матч с Екатеринбургским Уралом. С первых минут Леонид Слуцкий выставил основной состав со всеми лидерами. Уже на четвертой минуте хороший момент не реализовал Джорджи Деспотович. Защитник Илья Самошников сделал передачу на пятак, но удар хорвата парировал Илья Помазун. В первом тайме казанцы имели еще одну возможность забить, но на этот раз Помазун спас уже после двух ударов игроков Рубина. Сначала Деспотович, а потом уже Хвича Хворацхелия бил в упор. Вратар надежен. Во втором отрезке вышли уже совсем другие футболисты, но и они не смогли придумать ничего интересного у чужих ворот, за исключением пары моментов. Игра так и закончилась нулевой ничьей. Игры сборной закончились, а значит время завершающих матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Акбарс проводил игру против рижского Динамо в гостях. На второй минуте казанцы схлопотали удаление за нарушение численного состава, и хозяева здорово воспользовались предоставленным шансом. Микс Индершес точно бросил со средней дистанции 1-0. Немного времени потребовалось Акбарса, чтобы сравняться. Стефан Дакост здорово наказал Рижан уже за их удаление. Француз целил в дальнюю девятку и попал 1-1. На двух голах в первом периоде команды не остановились. Казанские защитники оставили на пятаке Николая Елисеева, и тот спокойно разобрался с Тимуром Беляловым 2-1. Но закончил перестрелку в первом отрезке тот же Стефан Дакоста. Нападающий добил шайбу в ворота Рижан после наброса Дмитрия Юдина. 2-2. Во втором отрезке команды смогли порадовать нас лишь одной шайбой. В середине периода Виктор Тихонов оказался самым расторопным на пятачке хозяев. И впервые в матче вывел Акбарс вперед. 3-2. Настало время заключительного отрезка, и Рижане сравняли счет на 10-й минуте. Роберт Буккартс замкнул передачу Мэтью Майоне. 3-3. А точку в матче поставил Михаил Глухов с помощью рикошета от конька защитника. Шайба залетела в ворота после броска 12-го номера Казанцев. 4-3. Акбарс выигрывает в Риге. Два дня спустя Рубин проводил еще один контрольный матч. На этот раз против Ротера. Большое преимущество имели Казанцыным противником в первом тайме. Но реализовать свои моменты не получилось. Все свои голы у Рубиновой приберегли на второй отрезок матча. На 51-й минуте Сильвия Бегич смог замкнуть навес Олега Шатова в штрафной площади 1-0. На 76-й Дмитрий Макаров сыграл уверенно перед воротами и увеличил преимущество команды 2-0. А в концовке на 86-й минуте опять сработало стандартное положение у Рубины. На этот раз Оливер Абельдгор замкнул навес 3-0. Уверенная победа Казанцев. 4-й эпизод зеленого дерби. Уфимский Салават Юлаев принимал Акбарс. В первом периоде принципиального противостояния двух республик голов мы не увидели. Радовать болельщиков команды решили со второго отрезка. Вячеслав Саладухин в одно касание замкнул хорошую передачу Евгения Лисовца 1-0. Ответ Казани не заставил себя долго ждать. На 10-й минуте Артем Галимов сотворил хороший сольный проход. Обошел трех игроков Салавата и отдал пас на Стефана Дакосту. И тот отправил шайбу в пустые ворота 1-1. В середине третьего периода Юлаевцы опять вышли вперед. После броска тему Хартиканина шайба отскочила на пятак. И Филипп Ларсен оказался тут как тут. Добил шайбу в ближний угол ворот Казанцев. Подопечным Дмитрия Квартального срочно нужно было отыгрываться. На 16-й минуте им предоставился шанс в виде большинства, который Акбарс и реализовал. Аберт Ярулин здорово вернул шайбу на Даниса Зарипова. И тот переправил ее в девятку ворот Юхе Мецелы 2-2. Дело шло к овертайму. Но на 19-й минуте студии оставили Казанцев четвером. Дмитрий Воронков получил спорное удаление, которое Уфа реализовала. Александр Кадейкин в одно касание 3-2. Обидное поражение Акбарса в последнем гостевом матче регулярного чемпионата. 20 февраля Барсы начинали последнюю домашнюю серию в регулярке матчем против московского Спартака, который все еще борется за попадание в плей-офф. Настоящая драма развернулась в статнефть арене. Акбарс ввел в счете 2-0. Да Коста и Викстрен сделали хорошие и заделали хозяев. Француз в первом периоде с помощью рикошетов, а канадец в третьем в большинстве от сеней линии. Ничего не предвещало беды до гола Спартака на 11-й минуте. Третьего периода Анатолий Никонцев вошел в зону и щелкнул в девятку ворот Адама Рейдеборна 2-1. Москвичи усилили свое давление и на 18-й минуте Робин Ганзал сравнял счет. Настало время овертайма и гости смогли подловить хозяев на быстрые контратаки 3-2. Спартак совершает камбэк, вырывает победу и становится ближе к путевке в плей-офф. 21 февраля Рубин проводил свой крайний контрольный матч на зимних сборах. На этот раз соперник – казахстанский Кайрат. Рубин смог быстро открыть счет. На 11-й минуте Хвича Храцхелия воспользовался ошибкой защитников соперника и поразил ворота 1-0. После гола преимущество в игре перешло уже догоняющим. Кайрат провел несколько хороших атак на ворота казанцев, но Юрий Дюпин выручал. Во втором тайме Рубин играл на контратаках и держал оборону. В итоге смог довести матч до победы 1-0. Рубин заканчивает сборы и ждет возвращения премьер-лиги. Первый матч со Спартаком пройдет 28 февраля в Москве. Ну и завершает наш обзор второй матч домашней серии Акбарса против Астанинского Бориса, который проходил в День защитника Отечества 23 февраля. В конце первого отрезка Кости забили гол в раздевалку. Кертис Волк завершил хорошую контратаку своей команды 1-0. В середине уже второго отрезка Даррен Дитс подключился к атакующей комбинации. Получил шайбу и, долго не думая, отправил ее в дальний угол 2-0. Виктор Тихонов спустя три минуты реализует уже контратаку своей команды 2-1. На третий период Акбарс вышел настроенный на камбэк, и он им удался. Защитник Дмитрий Юдин попробовал себя в роли нападающего и сравнял счет в игре. Нужно отметить и Кирилла Петрова, который вовремя нашел партнера на пятаке. В течение следующих двух минут команды умудрились забить дважды. Борис вновь вышел вперед. Фил Варен реализовал быструю контратаку. Минуту спустя Кирилл Петров показал свои умения закрывать шайбу корпусом. Вылез на ворота и вновь вернул на табло равный счет. 3-3. Вторую игру подряд Акбарсу не хватает основного времени для выявления победителя. На этот раз овертайм для казанцев сложился удачнее. Артем Галимов сыграл по тактике «сам бросил, сам добил». Хороший гол, и Акбарс набирает 89 очков за две игры до конца регулярки. Амир Сабиров, «Неделя спорта». К футболу мы еще вернемся, а пока продолжим говорить о хоккее. В рамках студенческой хоккейной лиги Казанский федеральный университет встретился со своим принципиальным противником – Казанским авиационным институтом. Встречи этих команд никогда не проходят в спокойной обстановке. О том, как это было в этот раз, расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. После проходного матча с Казанским государственным медицинским университетом сборную Казанского федерального университета ожидала серьезная проверка на прочность, так как по календарю студенческой хоккейной лиги следующим соперником стала сборная Казанского авиационного института. Именно это противостояние приковывает внимание абсолютно всех любителей студенческого хоккея. Этот матч не стал исключением. С первых секунд на площадке шла обоюдоострая игра, команды старались как можно быстрее перевести Шаеву в сторону ворот соперника, и, благо, первый результативный момент не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте Антон Мукин с передачи Тихона Смирнова и Николая Пашина уверенно отправляет Шабе в ворота кафе. 1-0 Каи с первых минут выходит вперед. Казанский федеральный университет очень долго пытался сравнять счет, но безуспешно. Либо вратарь Каи играл на высоте, либо же просто нападение федерального университета не могло зайти в зону. Переломить ход встречи удалось только под занавес второго периода. При игре в большинстве Артем Кенгибаев отдает результативную передачу на Даниила Золотарева, который успешно завершил атаку взятием ворот. 1-1 и игра в третьем периоде начинается с чистого листа. На протяжении последней 15 минутки команды активно входили в зону и пытались пробить голкипера. Но безуспешно и до финальной сирены счет на табло так и остался ничейным. И судьба матча решалась в серии буллитов, где сильнее оказались хоккеисты авиационного института. 1-1 в основное время, 1-0 в пользу Каипа буллитам. Итоговый счет 2-1. Авиационный институт одерживает победу в матче с принципиальным соперником. Матч противостояния КФУ у Каипа всегда принципиальный характер на собой носит. Всегда команды друг на другую настраиваются, готовятся, ищут лазейки, пути, как можно выиграть, победить. Но в принципе все в этом роде. Матч в принципе насыщенный. Команда КФУ всегда серьезно настраивается и на нас, и на других соперников. Как бы претендуют на призовые места. Грубо говоря, мы всегда делим первое и второе между ними. На всех чемпионатах. Так что игра принципиально важная была. В самом начале, скажем так, встретились. Обычно встречаемся под конец и решается вопрос. Сейчас немножко пораньше, что это произошло. Арина Саяхова, Екатерина Лазарева, Булат Садыков. Неделя спорта. Бадминтон представлен в программе Олимпийских игр и входит в тройку самых энергозатратных видов спорта. На спартакиаде вузов Республики Татарстан соревнования по этому виду спорта ничуть не уступают олимпийским. Наш корреспондент Глеб Нигмати лично в этом убедился и сейчас вам об этом расскажут. 18 февраля прошла спартакиада вузов Республики Татарстан по бадминтону. Все команды-участники были поделены на независимые сетки. Сборная КФУ попала в первую. Стартовая игра на турнире для федерального университета была с Казанским национальным исследовательским университетом. Мужскую одиночку выиграл Булат Худин, а женскую Азалия Гумерова. Они смогли принести команде по одному очку. Затем играли женскую и мужскую пару. Рузалина Мубаракшина вместе с Риммой Галиахметовой выиграли пару сборной КХТИ с разгромным счетом 21-5. Чуть сложнее игра прошла с мужской парой. Первым счет открыл спортсмен КХТИ Евгений Петров, пробив разрушительный смеш. Но капитан команды Казанского федерального университета Вадим Арзуманов, покажавший свое мастерство уже в прошлом году вместе с Максимом Швейкиным, обыграли соперников, поставив счет 21-13. Микс КФУ решил не играть, но это ни на что не повлияло, так как было уже 4 очка. 4-1. С таким счетом спортсмены КФУ обыграли КХТИ. Следующая игра была с командой Казанского государственного архитектурного университета. В одиночной игре 2 очка в команду заработали Булат Хузин и Влада Залевская. В парном противостоянии Гульнара Тазиева и Римма Галиахметова обыграли соперников со счетом 21-10. Они завоевали команде КФУ последнее третье очко. В финальном матче за золотые медали сборная КФУ играла против Академии Спорта, но обыграть Павловскую Академию студентам КФУ не удалось. Одиночную игру проиграли Влада Залевская и Булат Хузин, а парную Рузалина Бабаракшина и Залевская. В итоге счет был 3-0. Можно было больше не играть, но капитан команды Вадим Арзуманов вместе с Максимом Швейкиным захотели взять реванш. Но тоже проиграли со счетом 21-15 и счет стал 4-0. В результате первое место заняла Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, которая на протяжении многих лет забирает золото на Спартакеаде. Казанский федеральный университет занял второе место. Он не смог побить рекорд предыдущей Спартакеады, но показал зрелищную игру. В целом сыграли достаточно хорошо, но считаю, что можно было лучше. Да, я тоже так считаю. Немножко не хватило. Хватило личных каких-то качеств. Уверенности, возможно, не хватило в каких-то местах. Также техническая часть немного страдает. У нас. Теперь о мини-футболе. На этой неделе во внутривузовском этапе чемпионата АССК России женские команды успели отыграть все групповые матчи и даже разыграть путевку в финал. Наталья Журнова внимательно наблюдала за всеми матчами и прямо сейчас расскажет о самом интересном. Женский мини-футбол является не самым популярным видом спорта у спортсменок. И во внутривузовском этапе чемпионата АССК России мини-футбол среди девушек оказался пока что одним из немногочисленных по количеству команд. Из заявленных восьми команд на паркет вышли лишь пять. Остальные снились с турнира и получили техническое поражение. Несмотря на это, игровой день все-таки состоялся и был довольно насыщенным на интересные моменты. Еще на стадии жеребьевки фаворитом турнира стала команда сборная КФУ, состоящая из футболисток основной сборной университета по женскому футболу. В прошлом году они стали победителями суперфинала и явно не собирались отдавать звания лучших и в этом сезоне. Шансы стопроцентные и все российские выиграли в прошлом году, стали чемпионами АССК. Поэтому в этом году настрой такой же, планируем также победить здесь в УЗе и Россию. Перед полуфиналом футболистки сыграли два успешных матча с командами «Искра» и «Вегас». Игра с «Искрой» сразу же началась под диктовку сборной КФУ. В основном оба тайма игры прошли у ворот «Искры». Капитан команды сборной КФУ Екатерина Ласькова смогла реализовать сразу четыре забитых гола в ворота соперниц. Однако, несмотря на напряженную обстановку вокруг своих ворот, «Искра» достойно держала оборону, а их голкипер красиво спасала ворота от опасных моментов со стороны противника. Все же, одной обороной игру в свою пользу вывести не получилось, и матч завершился разгромными 7-0 в пользу сборной КФУ. Второй свой матч в этот игровой день фаворит турнира провел с командой «Вегас». Сборная КФУ использовала ту же тактику, что и в первую свою игру. Ярким моментом стал забитый мяч в ворота соперниц с середины поля. 5-0. С этим счетом заканчивается первый тайм. Футболистки «Вегаса» не собирались отдавать победу своим противникам и стали активнее навязывать борьбу во второй половине игры. Было заметно, как сборная КФУ напряглась, но это не помогло «Вегасу», и матч закончился со счетом 8-0. Более равной по силам игра прошла между командами «Алмаз» и «ВВС» «Транквилл». Данный матч отличился напряжением, державшимся на протяжении всех игровых минут. Обе команды играли достаточно жестко. Прессинг наблюдался с двух сторон. И если к пятой минуте первого тайма основной счет тэка оставался 0-0, то вот счет на фолы уже был 1-1. «Транквилл» часто создавали опасные моменты у ворот противников, но первый мяч в игре был забит именно «Алмазом». Ответный гол не заставил себя долго ждать. И на последних минутах первого тайма мяч забили «Транквилл». Гол стал спорным, так как соперницы утверждали о фоле. Однако решением судей мяч был засчитан. Второй тайм начался с забитого гола со стороны «Алмаза». У футболисток «Транквилл» был шанс выровнять счет и перевести его в свою пользу. Но спортсменки не смогли прорвать оборону «Алмаза». И матч так и закончился счетом 2-1. В этот же игровой день прошла игра между проигравшими сборной КФУ «Искрой» и «Вегасом». В этом матче «Вегас» отыгрался после поражения и обыграл своих соперников со счетом 3-0. Завершением всех матчей стал полуфинал, который определил, кто же поборется за призовые места. Первой парой стали команды сборная КФУ и «Транквилл». Фавориты турнира уже имели на своем счету 15 командных очков за два матча. Но это им не помешало забить в полуфинале еще 17 мячей. Их соперницы могли проиграть в сухую, но ошибка вратаря сборной КФУ помогла заработать себе еще одно командное очко. Футболистка из «Транквилл» на последних секундах матча начала атаку на ворота соперниц. Мяч был перехвачен, но голкипер отвлеклась и сама же поспособствовала тому, что мяч закатился в свои ворота. 17-1. Сборная КФУ вышла в финал. Есть над чем работать, еще раз повторюсь. Нужна физика, все-таки здесь немножко поработать. Но в принципе у девочек настрой хороший. Только вперед, только победа. Следующий полуфинал был разыгран между «Алмазом» и «Вегасом». Почти всю игру обе команды привели без забитых мячей. А сама игра развивалась достаточно вяло. Но второй тайм для «Вегаса» стал более успешным. Футболистки нашли слабое место в тактике своих соперниц и забили им два гола подряд. Отыграться «Алмаз» не смог. Поэтому с победой 2-0 «Вегас» вышел в финал. Уже совсем скоро пройдут финальные игры за первое место между сборной КФУ и «Вегасом» и третье место между «Транквилом» и «Алмазом». Финалы вы сможете смотреть в прямом эфире в нашей официальной группе телеканала. Наталья Жирнова, Кристина Колосанова. Неделя спорта. Если женские команды уже разыграли путевки в финал в рамках внутривузовского этапа АССК России, то борьба в мужском турнире еще только начинается. Плей-офф стартует 28 февраля. О групповом этапе расскажет наш корреспондент Евгений Алмазов. На групповом этапе внутривузовского чемпионата в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел ряд матчей по мини-футболу. Противостояния не уступали друг другу по своей результативности и зрелищности, а игроки были просто голодные до голов. Первая встреча прошла между командами и «Мемо» и «Стар Легаси». Главными событиями всего матча стал покер Дембо Абубакар из «Стар Легаси», который фактически и принес победу своей команде. А у «Имемо» наиболее результативным оказался Тимур Зайнулин, который оформил дубль, но это, к сожалению, не спасло команду. Итоговый счет 5-3 в пользу «Стар Легаси». А вот противостояние между ФК «ТКМ» и «Самонион» тоже было не менее результативным. Обе команды действовали достаточно технично. Дубль в свою копилку записал Хемра Сейниазов из «ТКМ», команда которого выиграла первый тайм 3-0. Казалось бы, победа уже обеспечена, но во втором тайме «Самонион» сравнял счет и, как итог, ничья 3-3. Ну и в очередном матче игрового дня слеснулись команды «АЭС Казань» и «Химический институт». По дублю за «Химиков» забили Айдар Кучкаев и Булат Вайзюлин. А у «ЭС Казань» два мяча на свой счет записали «Хусейн Аль-Лами» и «Асас Олег Заед Атеф». «Химический институт» на протяжении всей игры вел с явным преимуществом и в конечном итоге на последних минутах дожал противника и заколотил победный мяч. 5-4. В другом матче между ИУФ-1 и «Дружба народов» особой интриги не было. «Дружба народов» на классе обыграла ИУФ-1 4-0. Неутешительный результат для ИУФ-1, а игроки из «Дружбы народов» фактически на протяжении всего матча контролировали мяч. Ну а главным героем встречи стал Амурхан Равилов, который записал в свой актив хитрик. Еще в одной игре с аналогичным счетом «Мед» обыграл «Барславы Сметер» 4-0. «Мед» с самого начала матча навязал противникам бешеный темп, а слаженная игра в обороне не дала «Барславы Сметер» ни единого шанса для хорошей атаки. Самым результативным данной встречи оказался Адель Фарахов, который записал на свой счет один гол и три передачи. То, что мы выиграли, это замечательно, а то, что игра была сложной, это видно было, наверное. То есть ребята старались, ребята выложили все силы на поле, и все сказывается на счете. То есть мы выиграли с небольшим отрывом, команды были равны, так что все выложились. Просто вот такое, типа, небольшое облегчение, небольшая радость. В другом противостоянии встретились команды «Якс» и «Блэкпул». Игра была менее результативной, обе команды хорошо сыграли в обороне, при которой любого рода атаки чаще всего заканчивались ударом от ворот. Но все-таки по одному голу команды сумели забить. За «Якс» голом отметился Данил Карпов, а за «Блэкпул» Антон Шаверда. И как итог ничья 1-1. Евгений Алмазов, Амир Сабиров, Глеб Нигмати, «Неделя спорта». На этом все. Насыщенная «Неделя спорта» подошла к концу. С вами была Екатерина Лазарева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин